Девчонки, привет! Спасибо, что записали и подготовили меня вопросы. Я постараюсь ответить на них максимально честно, открыто и с душой. Вот. Начинаем. Федя, ты очень часто меняешь прически. Даже красился в блондина. Почему? Так. Меняю прически, красился в блондину. Ну, да, решил один раз поэкспериментировать. Вот. Ну, мне на самом деле опыт этот, в принципе, понравился, но всем остальным, всему остальному моему окружению нет, особенно родителям, так что больше экспериментов нет. А так, ну, во время пандемии коротко там под машинку сбривал волосы. Не знаю, не вижу в этом ничего такого. Если человеку хочется проэкспериментировать своей внешностью, то я всегда за. Федь, вместо футбола ты мог поступить в МГУ. Не жалеешь о своем выборе? Нет, точно не жалею, но это действительно был разговор с родителями. Отец хотел, чтобы я поступал туда, и к этому, в общем, меня готовили. Собственно, поэтому в гимназию мне родители отдавали учиться, что была какая-то база. Вот. Но точно я задумывался и там представлял, пытался, вернее, представить, как там, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не стал футболистом, а, соответственно, пошел бы учиться. И кем бы я работал, кем бы я сейчас был. Вот. Федь, хотел бы ты иметь брата-близнеца или сестренку? Честно говоря, да. Я хотел бы иметь и брата, и сестренку. Или брат или сестренку, не обязательно близнеца. Вот. В этом плане, конечно, знаю, что родителям тяжеловато, потому что я уехал из дома в 15 лет, и я один в семье. Вот. Поэтому даже, наверное, с этой точки зрения, что родителям было бы проще, если бы у них еще был ребенок, как-то вот свою заботу, внимание на него сосредоточить. Поэтому. Ну и для меня была бы поддержка, соответственно. Скажи, каково это забивать Реалу и Барселону? Ну, на самом деле, немного разные впечатления, потому что было два периода вот из-за как раз-таки этой пандемии. Вторую часть сезона доигрывали без зрителей, и, конечно, вот этой энергетики, этого антуража не хватает. А Реалу, да, забивал как раз-таки на Бернабео, когда еще был полный стадион. Это был мой первый гол. Такого уровня были эмоции, конечно, непередаваемые. Но, опять же, там был вар просмотр, и вар, если честно, в этом плане портит немного впечатления, потому что ты начинаешь задумываться, а вдруг сейчас не засчитают, и все, и получается, что вот этих искренних таких вот первых эмоций вар вот как раз-таки их крадет. Но, не знаю, было круто, точно запомнился всю жизнь, и это, конечно, классный опыт. Федь, назови три топ-звезды, с кем ты фотографировался. Так, три топ-звезды, с кем я фотографировался. Ну, Златан Ибрагимович, Асап Рокки, это музыкант, рэпер. Ну, я, на самом деле, к этому отношусь так, что я бы мало с кем сфотографировался, вот, и, по большому счету, возможности у меня были, но я особо не фоткался ни с кем. Вот их двоих назову, ну, и... А, ну и Андрей Шевченко, потому что это, там, кумир моего детства, вот, и я рад, что удалось с ним лично познакомиться, и когда мы, там, пересекаемся, общаемся, и о футболе, и обо всем, вот. Он очень хороший в жизни человек. Фотажи же, скажи, как вот с Ибрагимовичем фотографии. С Ибрагимовичем фотографии получилось очень забавно, потому что мы были в одном отеле, это было, вот, там, в Монако, и мы отдыхали в компании, и в компании еще со мной был футболист из Украины, Женя Селезнев, это был как раз после чемпионата Европы, и вот Златан был с детьми, с семьей в этом отеле. И я вот за ним наблюдал дня три, и все, не решался к нему подойти, ну, потому что я с уважением отношусь к личному пространству людей, и, там, мне не хочется их тревожить. И мне вот Женя Селезнев говорил как раз таки, ну, вот, если бы к тебе подошли, ты бы сфоткался, ты бы не напрягался, я говорю, ну, нет, конечно, мне вообще там несложно абсолютно. Он такой, ну, вот, ну, что, он такой же парень, как бы, он тебя 100% знает, он понимает, что ты футболист, типа, вот, сейчас только что чемпионат Европы был, подойди. И в итоге он сидит за обедом, и я минут сорок стою, не решаясь подойти, и в итоге Женя Селезнев пошел к нему и говорит, Златан, со своем кто-то, Златан, фото, please. И мне говорят, все, давай, иди, сфоткаемся сейчас. Вот, в общем, так это было. Я так сам и не решился подойти. Ты суеверный? В какие приметы ты веришь? Ну, я думаю, что, и уверен практически, что все спортсмены так или иначе являются своеверными, у каждого есть свои ритуалы, есть свои приметы, вот, ну, я не знаю, там, рассказывать о них или нет. Я, например, непосредственно перед матчем, когда уже готовлюсь к игре, там, все, я надеваю все с правой ноги сначала. Недавно тебе исполнилось 30 лет, сравни себя 30-летним и 20-летним. Ну, на самом деле, это не, не знаю, там, не так сложно сделать, наверное, потому что, конечно, ты становишься более спокойным, более рассудительным, более опытным, но в то же время вот этот задор, какой-то юношеский максимализм, который присущ, там, тебе 20-летним, он уходит. И я думаю, что он как раз-таки вот за счет этого задора тоже очень много пользы приносит, потому что, там, не знаю, у тебя нет авторитетов, ты хочешь по максимуму себя проявить, зарекомендовать и не думаешь о каких-то последствиях, это тоже отчасти хорошо, вот. Ну, не знаю, на самом деле, такие разные этапы моей жизни, и футбольные, и вне футбола, и я рад, что там, что я все это прожил, что это все было, потому что это неоценимый опыт, и было очень много крутого. Хорошо, что тогда не было Инстаграма, и не было распространенные телефоны. Федя, кто из-за лучших английского спикеров в нашей команде? О, вау. Это точно мне. Ну, на самом деле, сейчас, ну, из молодых ребят я вижу, что, ну, многие начинают говорить на английском, может быть, там не на самом хорошем уровне, но, по крайней мере, стали этому уделять внимание, и это точно плюс для них. Потому что, если в дальнейшем они будут уезжать в Европу, то им гораздо проще будет там ассимилироваться как-то и вот интегрировать себя в то общество. Федя, расскажи о своем самом романтичном свидании. О, вау. Ну, я, наверное, не могу себя назвать романтиком, но это было однозначно на Мальдивах, потому что, в принципе, Мальдивские острова уже там по своей сути являются таким романтическим достаточно местным. И, да, я помню, что это было на закате, там, с какими-то лепестками цветов, какая-то беседка на пляже, в общем, да, какие-то там слова, кажется, был день рождения, вот это все там подожгли, все это горело, в общем, было, было окей. Ну, спасибо ребятам из отеля, они с этим справились, как бы подкинули мне идейку. Федя, часто ли ты дрался? Если да, то с кем? Ну, и не с девушками, к счастью, я дрался. Ну, в Саратове, да, в детстве, в молодости, так я в школе был хулиган, можно так сказать, наверное, вот, поэтому было частенько. Ну, а потом у меня произошла одна там не очень приятная ситуация, в школе как раз-таки там парень после драки получил такие серьезные достаточно повреждения, вот, ставил вопрос о том, чтобы меня вообще исключили из школы, поэтому меня там типа супер пугали там учителя, то, что могло, закончится все более плачевно, и все, я себе испортил жизнь, вот, и я что-то как-то загрузился на полгода, ушел в себя, и в итоге это там на какой-то период времени вот на мне сказалось. Но потом как-то время прошло, и я опять увязывался в такие ситуации не совсем правильные. Уже будучи футболистом, мне как раз вот родители говорили о том, что это мое здоровье, там, и, ну, как бы, я, я тот, кто, в первую очередь, должен быть заинтересован, чтобы этого всего избегать, вот. Федя, ты считаешься самым модным в сборной, ты согласен с этим? Ну, конечно. Ну, вот это хороший вопрос сразу видно, человек разбирается. Да, я полностью с этим согласен. Федь, много ли времени ты уделяешь компьютерным играм? Достаточно. Ну, вот сейчас, в последнее время, в связи с тем, что я вернулся в Москву, у меня там ремонт в одной квартире, и сейчас я переехал в старую, вот, как-то сейчас из-за того, что не было у меня достаточного времени в Москве, нужно было там какие-то вот моменты бытовые, которые накопились решать, и сейчас играл поменьше. Ну, вот в Испании, когда я был один, и вот во время карантина, да, я играл очень много, особенно там, вот в Испании, потому что свободного времени было предостаточно. Ну, я апнул 10-й левел на Фейсити в Counter-Strike, так что, если что, зовите, могу достануть. Сколько времени? Ну, у меня вот было, там, типа, 125 часов за две недели я сыграл. Сколько у тебя татуировок? И помнишь ли ты, что каждая означает? Расскажи об одной из них. Сколько татуировок? Ну, я уже по количеству не считаю, потому что у меня вот, ну, как бы, все они соединились, по крайней мере, вот в верхней части тела. Их много. Помню все, конечно же. Что рассказать? Я могу рассказать о тех, ну, я для себя определил, там, изначально какие-то темы, чтобы впоследствии, по прошествии, там, времени продолжительного какого-то не пожалеть о сделанных татуировках. Поэтому у меня вот есть на тему религии, на тему футбола, на тему семьи, вот. Ну, и мои какие-то там жизненные, жизненные, не знаю, кредо, скажем так, какие-то фразы, которые мне близки на путьстве и так далее. Ну, вот. Ну, есть в честь моей кошки, там, татуировка одна. Там, я в детстве, и о том, что нужно следовать за своей мечтой, все для этого делать. Ну, вот, да, там, три человеческие добродетели, вера, надежда, любовь, там, Саратов, город, где я родился и так далее. Какая песня в последнее время тебе нравится? Мог бы мне ее напеть? Напеть, ну, точно нет, потому что это есть то, что я делаю похуже, чем играю в футбол. Точно вот пение, это вообще ужасно. Ну, из последнего я в основном слушаю рэп. Ну, сейчас, сейчас попробую сказать, наверное, какую-то... Вот единственное, что рэп, могу сказать точно, они ненадолго, ну, то есть ты слушаешь какой-то вот короткий промежуток времени, потом ты себя быстро это надоедает. То есть, словно, когда я слушал рок, вот одну песню можно слушать, не знаю, годами, например. В рэпе такого нет. Сейчас скажу. Не знаю, не могу выделить. Ну, наверное, пусть будет вот из последнего, которое мне сейчас понравилось. Я буквально недавно на днех ее закачал себе. Это роду Веймс. Называется Рэгз Ту Ричис. Вот. Федь, как ты справляешься с негативом? О-о-о. Ну, на самом деле негатива много. И оно всегда было. В принципе, у нас такая профессия и отрасль такая, которая у нас встальня, к сожалению, вызывает, наверное, больше негативных эмоций, чем положительных. Я думаю, что это от того, что люди нас не хотят уважать чужой труд. И от этого. То есть, уважать чужой труд и чужое пространство личное. Мне кажется, что вот это является причиной, потому что так легко они могут оскорбить, как бы, и вот какой-то негатив на тебя донести. Но я стараюсь об этом не думать, потому что, как бы, он есть, он всегда был, есть и будет. Вот. И я за этого человека отвечать не могу, что у него в голове. Но, наверное, у него не все хорошо, и как бы я этим руководствуюсь. Потому что человек, когда ты полноценный, и у тебя все в порядке, у тебя нет необходимости там негатив выливать в адрес другого человека. Вот и все. Поэтому таким можно только посочувствовать. Петь, что может заставить тебя плакать, а что смеяться? Смеяться я люблю, и я стараюсь всегда быть в хорошем настроении, и шутить, и смех продлевает жизнь. Вот. Поэтому... А плакать? Плакать... Не знаю, мне кажется, я последний раз... Последний раз я плакал... После Кубка Конфедерации это было на поле. Вот. После Чемпионата мира я не плакал, потому что я был, типа, опустошен, эмоций вообще не было никаких, то есть я был в прострации, я не понимал, что происходит, то есть я как бы не присутствовал там. Вот. Ну да, ну, наверное, какие-то вот такие вот глобальные, глобальные там неудачи, связанные с профессией. Ну, и вот из последнего, то, что я помню, когда там близкие люди уходят из жизни, я думаю, что это плюс-минус у всех. Федя, расскажи о своей первой любви. Первая любовь. Ну, первая любовь у меня случилась достаточно поздно, вот. И такие были, конечно, яркие эмоции, и там, и влюбленности, и страсти, и достаточно продолжительные были отношения, вот. Был хороший опыт, потому что человек был старше меня, и в целом все было хорошо. Федя, иногда ты удаляешь все фотографии с Инстаграма. Расскажи, почему? Я не знаю, вообще, на самом деле, я вот в последнее время ничего там, так, не очень активно веду Инстаграм, потому что мне он немного поднадоел уже, и я надеюсь, что вот этот весь ажиотаж и вот это стремление преуспеть в Инстаграме сейчас будет сходить на нет, потому что люди очень сильно на этом зациклены и зависимы, и готовы там пойти на что угодно, на такие там глупости, авантюры, лишь бы там собрать эти просмотры и лайки, вот, поэтому, поэтому, конечно, вот сейчас молодое поколение подрастающее, которое как раз таки вот во главе угла у них стоит это, немного так жаль мне людей, но, не знаю, если им это нравится, то окей. Вот, я удаляю, ну, потому что я не знаю, мне кажется, что когда вот минимум фотографий там типа три, это так немного концептуально и круто, поэтому периодически я это делаю. Федь, что для тебя главное в девушках и какие девушки тебе нравятся? У меня не было вот таких каких-то шаблонов, наверное, стереотипов, то есть у меня были там случаи, когда я общался и с блондинками, и с брюнетками, то есть в этом плане для меня как раз таки важнее или там внутренняя составляющая человека. Ну, для меня важны именно внутренние вот качества, именно ценности человеческие, потому что, опять же, кажется, что вот там доброта, быть искренним, добрым, открытым, душевным, это так легко и вроде всем людям присуще, но я считаю, что на самом деле вот искренние эти качества в наше время очень редко встречаются, поэтому, наверное, они для меня вот важны. Ну и, соответственно, там интеллект, ум, чтобы человек был образованным, чтобы было интересно с ним поговорить, и вот, это важные качества. Какой вопрос журналистов тебе из ряда надоел? Ну, вопрос мне надоел, но я понимаю, что... И тема надоела, но я понимаю, что она будет меня преследовать всю жизнь, и это, конечно, тема пинать, вот, сто процентов. Федя, тебя часто приглашают на фотосессии. Расскажи о самой сложной. Самой сложной была у меня съемка, ну, то есть там была полноценная съемка, и фотосессия это была для Джилета, когда у меня был контракт, потому что по контракту было два съемочных дня по 8 часов, и мне казалось, что, в принципе, ну, там это достаточно несложно, но это действительно утомительный процесс, потому что это беспрерывно 8 часов, там ты что-то доснимаешь, ты снимаешь все одно и то же, потому что люди понимают, что, типа, запас времени, они хотят получить, типа, идеальный дубль, идеальный кадр, и это прям выматывает. Я помню, что я приезжал после тренировок и оставался там, типа, до ночи в Краснодаре на стадионе, это было, я прям дико уставал эти два дня, вот, это был, да, такой первый опыт, и самый тяжелый, наверное. Ты изначально по бритам, тебе накладывают пену, и ты лезвием без, они специально затупливают его, и ты просто, ну, снимаешь пену, именно нужно вот, вот это для них самое главное, потому что это их фишка, Джилет, именно вот как пену красиво снять. И вот этот дубль просто бесконечно, пена получается, она там, типа, на 2-3 дубля, потом она начинает уже все, там, пузыриться, высыхать и так далее, и нужно заново, то есть заново тебя опять полностью мажут, и там на 3 дубля, нет, не так, и вот, в общем, вот это самое долгое было. Если бы у тебя была возможность вернуться в прошлое, что бы ты изменил в своей жизни и карьере, и почему? На самом деле, этот вопрос достаточно часто встречается, не знаю, ну, наверное, можно сказать, что на каком-то этапе было много времени потеряно, которое лучше было бы там уделить футболу, но я считаю, что что и вокруг меня там ситуация складывалась таким образом, что мне не помогали там вокруг меня тренеры, и кто находился на тот момент, а как-то наоборот старались там отдалиться и так далее. Ну, то есть я себе представляю так, что если у тебя есть там, например, талантливый молодой игрок, это всячески твоя задача как тренера, наоборот, ему помочь, направить его, подсказать, и сделать так, чтобы он стал лучше, а там, неусловно, не наказывать его там, вот, то есть как-то так. Поэтому ни о чем не жалею, все опыт, все, что не происходит, все к лучшему. Петь, если тебя отключат интернет, как ты будешь знакомиться с девушками? О, это сложно, это сложно, я потому что, ну нет, сейчас я думаю, что я смогу познакомиться с девушками, но на самом деле, я помню, что в молодости я пользовался там в 99 случаях как раз таки социальными сетями, потому что вот так вот на улице подойти и познакомиться, мне было страшно, что мне скажут, нет, я стеснялся, в общем, и был неуверен в себе, поэтому сейчас проблем не будет. Если в сборной России будет серия пенальти, ты готов подойти к точке? Да, я готов подойти к точке, и, конечно, я к ней уже подходил после этого, вот, и не забивал даже после этого опять, так что, в целом, я готов, но надо, надо потренироваться сейчас побольше, и я считаю, что у каждого есть право промахнуться и так далее, но если нужно будет, я пойду и пробью. Петь, расскажи о своей съемке с Ольгой Бузовой. Она тебе нравится? Съемка мне очень нравится, я считаю, что выпуск очень классный, и как раз-таки большая заслуга Оли в этом плане, потому что она очень круто себя повела, и я был приятно удивлен, то, что она умеет смеяться над собой и подыгрывать, и в этом плане Оля большая молодец. Ну вот, ну, мне было комфортно, скажем так, и я считаю, что выпуск получился клевый. Петь, тебе не надоело, что все обсуждают твою личную жизнь? Ну, честно говоря, надоело, но это обратная сторона медали публичного человека, и, ну, то есть, обратная сторона популярности, то, что стараются все разузнать, кто и с кем, как общаются, вот, поэтому, что, ну, со временем, там, с опытом я пришел к тому, что лучше это как-то не афишировать, и, то есть, чем меньше, чем меньше люди знают, тем больше у них, тем меньше у них соблазна, искушений как-то, как-то в это вмешаться, вот. Федь, если бы эта рубрика называлась «Мужские вопросы женской сборной», что бы ты у нас спросил? Все, это последний вопрос, да? Да, это хороший вопрос. Я бы спросил, вот, в рамках того, что, ну, в целом, этот вопрос меня интересует, у меня есть свое мнение, но мне интересно, как вот девушки на это отвечают, в рамках вот команды женской футбольной, вы очень много времени проводите вместе. Все-таки женская дружба, она существует или нет? Девчонки, большое спасибо вам за уделенное время, за ваши вопросы, мне было интересно, надеюсь, вам будет интересно услышать ответы, вот. Желаю вам все самого наилучшего, без травм, побед, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok